Стрельба признана законной, а хозяевам пострадавшей собаки выпишут штраф. Сегодня в полиции озвучили итоги служебной проверки той резонансной истории, которую Ческовый в населенном пункте открыл огонь по собаке, рядом с которой стояла коляска с ребенком. Теперь уже окончательные итоги. Группа общественных контролеров сегодня обнародовала итоговый акт проверок качества дорожных ремонтов. Замечания кое-как вместились на 28 страниц. Тотальная проверка на наличие штрафов. Госавтоинспекторы вместе с судебными приставами устроили в городе очередную массовую проверку кировских водителей и арестовали несколько машин. Ручной лев «Цезарь», мертвая петля и колесо смерти под куполом. В Кировский цирк приехали знаменитые во всем мире братья и близнецы Александр и Аркадий Шатировы. Он любит прозрачные рубашки, занятия спортом и темноту. Обладатель самого большого гардероба в стране Валерий Леонтьев приехал в Киров с обновленной программой. О главных событиях среды 26 октября расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте! Громкое дело о собаке, в которую в начале месяца выстрелил сотрудник полиции, сегодня приобрело неожиданное продолжение. Сегодня в УМВД завершили служебную проверку по данному факту. Лабрадора, напомним, полицейский ранил в лапу. Однако стрельбу по собаке признали правомерной и не стали учитывать специалисты и тот факт, что на линии огня, по словам очевидцев, находилась коляска с младенцем. Впрочем, общественность шокировала и другое решение полиции, что виновата в случившемся якобы сама хозяйка пострадавшей собаки. Подробности в сюжете. Направлены материалы по привлечению к административной ответственности хозяев собак за нарушение правил выгула, не поводка, не хозяина рядом. Это заявление полиции сегодня повергло общественность в шок. На сайте УМВД результаты служебной проверки по факту стрельбы полицейского в собаку снова и снова вместе с кировчанами перечитывает и так, к которой относятся данное заявление. Не знаю даже, что сказать. Мне как-то справедливости в этой жизни нет. Как я раньше думала, по-другому. Место от пули. И пуля прошла несквозь. Ну, как на вылет. Ага, то есть из другой страны. Да, да, вот видите, вот она прошла. Вот видите, вот. После случившегося 7 октября добряку голоду врач прописал курс антибиотиков и домашний покой. Сквозь ное отверстие от пули, которое не задело даже костей, хозяйка Светланы говорит, ничто иное у дачи. А это дача семьи Рябовых в деревне Ключи. В 70 километрах от Кирова именно здесь и произошла история, которой Светлана пытается придать максимальную огласку. Говорится, что без видимых причин полицейский в населенном пункте открыл огонь по собаке. При этом на линии огня, утверждает Светлана, была еще коляска со спящим месячным малышом. Коляска стояла вот здесь, вот на этом месте коляска стояла. Собака была рядом с коляской. Впрочем, факт, что по словам очевидцев, в тот день на линии огня находилась коляска с младенцем, в МВД принимать не стали. А саму стрельбу, как и использование оружия в населенном пункте, по результатам проверки признали правомочными. Здесь придерживаются версии, что лабрадор Голд для стрелявшего полицейского представлял реальную угрозу. По словам стрелявшего, собака неслась в его сторону и громко лаяла. Выстрел раздался, когда, по словам очевидцев, от полицейского Голда отделяло метров шесть. Но в законе о полиции нет уточнений, что именно в поведении животного нужно расценивать как угрозу жизни и здоровью. Вероятно, поэтому в схожих ситуациях реакция людей в форме разнится. Вот, к слову, и другой более рискованный пример опять с участием полицейских. Известно, что во время следствия под делу мужчины, которого до смерти загрызли собаки в Чепецке, те самые собаки несли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников, работавших на месте происшествия. Тоже побежали в сторону оперативников, но те приняли решение просто попугать и разогнать. Впрочем, разница не только реакция на агрессивное поведение животных, но и наказание за жестокое обращение. Скажите, сколько вам за собачку-то дали? Вы такая скромная стали. Ну, а что вы там стесняетесь? Фамилия этой женщины в Кирове у всех на слуху. Два года назад глава Соземского сельского поселения Елена Косторная бросила живого щенка в топку котельной. Поступок суд оценил в 50 тысяч рублей штрафом. За решетку на два года и три месяца отправился живодер из Мутнинска за то, что поймал, убил и намеревался съесть четвероногого. Еще один, пожалуй, самый свежий пример садизма, а иначе не скажешь, произошел в субботихе. Хозяева решили избавиться от собаки. Стреляли в нее не меньше шести раз. Животное больше часа умирало в мучениях. Все это в населенном пункте и при свидетелях. Но возбуждать уголовное дело полиция не стала. Всего-то еще одна собачья история со стрельбой. Ольга Шмырин, Александр Рожков, информационный канал, город. 28 страниц замечаний и 4 пункта предложений, одно из которых требование о срочном реформировании дорожной сферы. Члены общественной палаты сегодня обнародовали заключительный акт о результатах своей проверки и качества дорожных ремонтов. Проведенную работу и выявленные замечания общественники описали на 28 страницах. Несмотря на неоднократные попытки разрешить хотя бы некоторые пункты замечаний, в документе по-прежнему речь о том, что в целом работу дорожников нельзя назвать направленной на хороший результат. Нет серьезных попыток экономить, контролировать и принимать работу по всей жесткости. Кроме того, ямочный ремонт, написано, оплачивается из бюджета почти вслепую. Подрядчику никто даже примерно не описывает, сколько смеси он должен залить в ямы или какую площадь отремонтировать. Общественники сошлись на том, что пора требовать от правительства области, как минимум, реформирования всей дорожной сферы. Документ собираются отправить адресатам до конца октября. Через некоторое время запросим результаты рассмотрения. Мы надеемся, что и администрация города, и заказчики, и подрядчики работ примут их в качестве рекомендаций к действию. Они просто подготовят нам какие-то формальные ответы. Общественники напоминают, что на сайте палаты до 1 ноября работает голосование о тех участках дорог, которые в следующем году должны отремонтироваться в первую очередь. Те варианты, которые наберут более 100 голосов, пообещали также направить в городскую администрацию. В муниципалитете, кстати, пообещали, что прислушаются к результатам. К весне в городских поликлиниках откроются регистратуры нового образца. Вместо привычных окошек будут стоять информаты. Подробнее об этой и других новостях смотрите в нашей рубрике «Короткой строкой». В городских поликлиниках откроются регистратуры нового образца. Вместо привычных окошек будут стоять информаты, с помощью которых пациенты и будут записываться на прием. Новые регистратуры уже появились в нескольких поликлиниках клиника диагностического центра. Все остальные должны перейти на новый формат работы до конца 2017 года. С 14 ноября открываются авиарейсы «Киров-Котлас». Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам на самолетах. Авиаперевозки по этому направлению взяла на себя компания «Оренбуржия». Продажа билетов уже открыта. «Киров» присоединился к всероссийскому социальному проекту «Мы чувствуем». Он призывает к гуманному отношению к бездомным животным. В рамках проекта 30 октября пройдет выставка фотографий кошек и собак под названием «Мы чувствуем». Там же будет организована благотворительная ярмарка. Все собранные деньги пойдут на лечение и содержание бездомных животных. 27 октября на сцене ДК «Родина» состоится концерт «Валерии». Эта встреча с поклонниками будет больше похожа на семейный вечер. Вместе с певицей на сцену выйдут ее дети – пианист Арсений Шульгин, а также актриса и певица Анна Шульгина. Валерия не только исполнит свои самые известные хиты, но и представит песни из нового альбома. Начало концерта в 19 часов. Уже в наибреки ровчане смогут погладить за ухом ручного льва Цезаря, увидеть мертвую петлю и сферу смерти. В Кировский цирк приехали знаменитые во всем мире братья-близнецы Александр и Аркадий Шатировы. Они привезли классический цирк с животными, мотоциклами и воздушными гимнастами. Девять фур оборудования артистам пришлось провести по миру, чтобы зрители лично увидели трюки, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса. Все подробности далее. Если для многих цирк начинается с манежа, то для братьев Шатировых он начинается с декораций. Для того, чтобы цирковое представление состоялось в нашем городе, артисты привезли с собой девять вот таких вот груженных фур декораций. И это не только декорации, а также свет, звук и несколько экстрим-установок. Огромное количество железных фур заполонило задний двор Кировского цирка. Подготовка к премьерному шоу уйдет уже несколько дней. Артистам пришлось перестроить манеж, довести до ума освещение, звук и входную группу. Теперь в привычном здании появился трамплин, огромный проектор и десятки страховочных канатов. Несмотря на то, что это кажется, что вот она так легко прыгает, тут очень сложный процесс. Тут нижние ее балансируют, не дают ей падать, а ее задача вот... У нас совместная работа идет. Качественно отойти и исполнить элемент, который зачастую, я как уже говорил, исполняется на пределе человеческих возможностей. Русская палка, именно так называется этот номер, на репетиции исполняют со страховкой. Перед зрителем артисты убирают все тросы. Этот акробатический трюк считается одним из самых опасных в мире. Гимнастка Ирина Голуб на протяжении 20 лет оттачивает прыжки под куполом цирка. Прыгают практически вслепую. Для эффекта регулярно добавляют новые элементы. В Кирове зрители увидят ее смертельное сальто. Без подготовки на русскую палку никого не пускают. Вообще у нас два часа на репетицию. Но при всего, да. Это потому что у нас очень много животных в программе, много номеров, и каждому надо порепетировать. Соответственно, при желании, а у нас его достаточно, мы стараемся заранее прийти, заранее сделать что-то. Если нам не хватает манежа, стараемся за кулисами покачать, потому что от этого зависит наше здоровье, наша безопасность. В подготовке каждого номера задействована вся техническая составляющая цирка. Авторы программы, братья Шатировы, лично проверяют оборудование. Железная конструкция, которая занимает почти весь манеж, шар смелости или мотосфера. Это не новый номер, но возродил его именно Александр Шатиров. Кировчане увидят металлический решетчатый шар, в котором ездят сразу три мотоцикла. При этом шар диаметра всего 4 метра, поэтому дистанция между мотоциклами достигает 15 или 20 сантиметров. В основном, конечно, в этом номере принимают участие спортсмены. Основа спорта – мотокросс на мотоциклах. И вот Дмитрий, Анастасия у нас достаточно уже опытный спортсмен, во многих побывали в соревнованиях, участвуют. Программа цирка Шатировых отличается большим разнообразием животных и высоким профессионализмом артистов. Здесь и акробатические номера, по-настоящему смешные клоуны, профессиональные акробаты и дипломированные артистки балета, участвующие в международных фестивалях мирового уровня. Звезда программы – добрый лев по имени Цезарь. Он легендарный участник кино и рекламных роликов и как артист объездил полмира. Самый ручной, он уже у нас старенький, ну как старенький, скажем, пожилой, уже такой опытный артист, пожилой. Работаем мы с ним на поводке, он со мной работает, вернее. Но, правда, мы натягиваем специально капронную сетку по кругу манежа, чтобы зритель его не загладил до смерти. Львы, верблюды, белые лошади на арене. Вместе с ними выступают гигантские сетчатые питоны, которые достигают 7 метров в длину и способны проглотить человека. Уникальные животные для российского цирка. Сюрпризы Шатирова готовят массу, но обо всех подробнее на премьере 29 октября. Юлия Косолапова, Иван Дёров, информационный канал, город. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. На улице маршала Конева на парковке вспыхнула иномарка, а ЧП произошло почти в полночь. Самые резонансные происшествия за последние сутки в специальной рубрике от наших коллег. Тотальная проверка на наличие штрафов. Госавтоинспекторы вместе с судебными приставами устроили в городе очередную массовую проверку кировских водителей и арестовали несколько машин. Он любит прозрачные рубашки, занятия спортом и темноту. Обладатель самого большого гардероба в стране Валерий Леонтьев приехал в Киров с обновленной программой. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал, город. Мы продолжаем. На улице маршала Конева на парковке вспыхнула иномарка. ЧП произошло почти в полночь. Также в пожаре пострадали и соседние машины. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастное ограничение. Пожарные прибыли на место ЧП, когда автомобиль уже горел открытым огнем. Соседние автомобили уже начали дымить. За несколько минут огонь был потушен. У иномарки выгорел моторный отсек, закоптился салон. Сейчас причина пожара устанавливается. Не исключается версия поджога. Один человек пострадал в ДТП в Даровском районе. Там пьяный тракторист улетел в кювет. 51-летний мужчина, управляя трактором МТЗ-80, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате тракторист получил травмы. После оказания медицинской помощи ему госпитализация не потребовалась. После ДТП пострадавшему предложили пройти экспертизу на состояние опьянения. Однако тракторист от нее отказался. Теперь горе-водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на полтора года. Устроили тусовку на месте задержания пассажиры ВАЗа 99-й модели в Катково. Пока инспекторы оформляли пьяного водителя, его с виду пьяные друзья всячески шутили, раздавали всем советы и пытались отогнать машину. Не обошлось и без философских разговоров. Человека убивают, один пи*** приезжает. А пи*** человека трезво поймали, да пи***. Весь герёк приехал, пи***. Трезвый? Водитель, что ли, не пьяный? Конечно, не пьяный, пи***. Водитель прошел тест у врача-нарколога с положительным результатом. Теперь его ждет штраф и лишение прав. Должники ждать не заставили. Пришлось даже арестовать несколько автомобилей. Судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД вышли в очередной рейд по должникам на дорогах. У вас есть штраф один, где взыскательным является Министерство окружающей среды. А другой штраф – УВД Красина за оружие. Именно за оружие. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, а судебные приставы по водительским правам проверяли, есть ли долги. Специалисты успели проверить около ста автомобилей. В итоге и должники по штрафам, алиментам, налогам и платежам за коммуналку. Долг водителю предлагают оплатить на месте. Большинство так и сделали, а двое расплатиться не смогли. Их транспортные средства арестовали в счет уплаты долга. Поймали и алименщика, которому из-за долгов перед собственным ребенком уже временно запретили ездить за рулем. Но так как молодой человек запретом пренебрег, его автомобиль пришлось отправить на штрафстоянку. Самому мужчине теперь грозят исправительные работы или лишение прав. Судебные приставы пообещали, что подобные мероприятия будут проводиться в Кирове регулярно. Он любит прозрачные рубашки, русскую кухню и темноту. В Киров с концертом приехал самый эпатажный артист страны Валерий Леонтьев. Обладатель самого большого гардероба привез около полутонны реквизитом, балет и свои лучшие гастрольные наряды. Артиста встречал полный зал преданных поклонников и наш журналист Юлия Косолапова. Ажиотаж в стенах Дворца культуры Родины удивил даже организаторов концерта. За полчаса до выхода артиста на сцену в фойе ДК уже не было свободного места. В зале пришлось ставить приставные стулья. Каждый второй гость с цветами. Самые преданные поклонники Леонтьева приехали заранее, чтобы успеть на выступление артиста. Валерий Яковлевич один из самых пунктуальных артистов. Свои концерты он редко задерживает. В интернете масса слухов насчет райдера Валерия Леонтьева. Один из таких связан с плохим зрением артистам. Якобы он просит в своих гримерках, а также гостиничном номере, чтобы все окна были задернуты темными шторами. Отчасти этот слух правдивый. Артист действительно просит, чтобы в его апартаментах было темно. Но это не связано с плохим зрением, а скорее наоборот. Таким образом артист может позволить себе выспаться перед концертом. К сцене у Леонтьева особое отношение. Обязательно живые инструменты, дополнительные микрофоны для бэк-вокалистов. У певца в группе только девушки. И еще одна небольшая деталь – вентиляторы. Леонтьев много двигается, поэтому на сцене и в зале должна быть оптимальная температура. Собой Валерий Леонтьев привез 29 чемоданов реквизита. Общий вес всего гастрольного инвентаря – около полтонны. Одни только костюмы артиста занимают целый автобус. В одном из интервью артист сказал, что даже сам не знает, сколько всего нарядов в его гардеробе. Кто-то считает их поштучно, кто-то шкафами, а Леонтьев – комнатами. Гардероба в его доме где-то полторы комнаты. И это только те, которые сейчас используются в турне. Большую половину занимают полупрозрачные рубашки, его любимые. Часть костюмов ушла на продажу на благотворительных аукционах. Были случаи, когда Валерий Леонтьев отдавал свои фирменные наряды просто так. Валерий Леонтьев на протяжении долгих лет работает с одним и тем же танцевальным коллективом. Артист ценит стабильность и комфорт. Он никогда не просил на гастролях лимузины. А первым автомобилем в райдере артиста 20 лет назад была «Волга». «Русская кухня», «Вода без газа» и «Горячая вода в гостинице». Райдер Валерия Леонтьева попадает в разряд самых скромных среди знаменитостей. Ну, вот мы и встретились с вами снова в вашем славном, красивом городе. Да что говорить о Кирове, когда на территории всей необъятной России практически уже не осталось концертной площадки, которую я бы не истоптал, не осталось гостиницы, в которой мы бы не переночевали. И тем не менее, все равно сегодня у меня есть повод для радости. И этот повод, ну вы, конечно. Артист сейчас живет в Майами. Большую часть года проводит в гастрольных турах. В Киров приезжает регулярно с обновленной программой. В основном артист исполняет хиты. Съемка как фото, так и видео на концерте строго запрещена. Валерий Леонтьев в силу возраста не любит много фотографироваться. Он редко сидит в социальных сетях, и в последнее время звезда эстрады почти не дает интервью. Увидеть Леонтьева можно на таких редких снимках, как на вокзале или дома с близкими друзьями. Ну а самый простой способ, хоть глазком увидеть артиста, это сходить на его концерт. Леонтьеву хоть 67, но на пенсию он пока точно не собирается. Юлия Косолапова, Иван Диоров, информационный канал, город. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. С ним вас познакомит Алена Матвеева. В народе говорили, если на улицах много грязи, то зима придет через 4 недели. Лес покрывается инеем к богатому урожаю овса, а громко каркающие вороны предвещают потепление. Так гласят народные приметы. А я расскажу вам о погоде на завтра. 27 октября в Кирове ожидается пасмурная погода без осадков. Днем около 0, ночью минус 3 градуса. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 миллиметра артутного столба. Удачного вам четверга! Такой была эта среда, 26 октября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!